Продолжим с вами и перейдем или вернемся к Иоанну. Иоанну и будем читать из Матфея 11 главы 2 по 19 стих или, если вам будет угодно, из параллельного места из Луки 7 главы с 18 по 35 стих. Итак, Иоанн сидит в тюрьме, куда его заключил Ирод, и услышав в темнице о делах Христовых, посылает двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого. Но вообще, я хочу, чтобы вы отнеслись к Иоанну как к человеку. На самом деле, человеку в буквальном смысле этого слова. То есть тот самый Иоанн, который несколькими главами читаемого нами текста или некоторое время назад является свидетелем, или тем, кто крестит Иисуса и слышит Бат-Коль или голос Господа Бога, это сын мой возлюбленный, видит знамение, которое нисходит в виде голубя. И вдруг он, находясь в тюрьме, задается вопросом, а ты этот или не этот? На самом деле, даже самые великие из мужей веры, ими время от времени овладевали сомнением, я вообще считаю, что сомнение это признак веры. Отсутствие сомнения это фанатизм, но вопросы, которые мы задаем, в том числе Господу Богу и себе, показывают разницу между нами и Господом Богом. И именно в этом есть смысл того, что мы нуждаемся в нем, чтобы он исцелял нас от наших слабостей, от наших сомнений. Ну и Иоанна как бы свои основания для того, чтобы сомневаться, и мы увидим буквально сейчас, что достаточно серьезные. Они связаны вот с чем. Мы знаем, что согласно Писанию, одной из функций Мессии должно быть освобождение узников. Исайя говорит, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узника вывести из заключения, сидящих во тьме из темницы. И далее в 61 главе Исаии он говорит, Роах Адонай Лай, или по-русски Дух Господа Бога на мне, ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть Псора, то, что у нас задано на доске, скромным послал меня врачевать сокрушенных сердца, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение. Иоанн садит в тюрьме, и он ожидает Царства Божьего. Почему Царство Божье и Царство Небесное – это абсолютные синонимы. Когда я слышу целые богословские построения по поводу того, что это две разные вещи, у меня это вызывает просто к сожалению. Иоанн ожидает точно так же, как и все ученики Иисуса, и впоследствии, даже в Деяниях, уже в первой главе, уже перед Вознесением непосредственно к Отцу, тот же самый вопрос. Если ты Мессия, то будь добр, освободи узника, включая меня, так как о тебе говорят пророки. Поэтому у него есть на самом деле недоумение в этой связи, но сам Иоанн находится в темнице, и он не может прийти к Иисусу, и он вынужден посылать учеников. Мне кажется, что этот вопрос, который он задает, он задает именно в контексте своего собственного положения. Поймите, что на самом деле герой веры – это не обязательно человек, который жаждет умереть. Павел не жаждал умереть, когда его растянули на лавке, чтобы его бичевать, он сказал, я вот римский гражданин. Иоанн не хотел умирать, ни когда его послал Господь, Бог, в Ниневию, ни позднее, когда он сидел под этим кустом, под палящим солнцем, когда куст. Иисус говорил, Господи, пронеси мимо меня сию чашу, впрочем, будет воля. Вот этот впрочем – это, наверное, характерная черта для всех святых. Так у Иоанна тот же самый вопрос. У него не было никакой радости от того, чтобы умирать, или от того, чтобы его голову впоследствии пронесли Ироду. В ответ Иисус сказал им, идите, расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, а бедным возвещается Евангелие. Счастлив тот, кто не видит во мне преткновения. Вот, наверное, это ответ, который, может быть, не совсем приятен Иоанну, но Иисус перечисляет не его дела, не какие-то действия, да. Он перечисляет события, которые происходят благодаря его действиям. И продолжает, он говорит, что же выходили смотреть. Выражение выходи и смотри, или иди и смотри, то же самое, как иди и научи, это очень распространенная в иудаизме формула, которая указывает или призывает к разъяснению какого-то события или какой-то идеи. А трость, колеблемая ветром, это образ человека, ослабленного испытанием или наказанием Всевышнего человека в духовных метаниях, но не оставляющего своих намерений или своей точки зрения. Я приведу пример из трактата Сан-Идрин 105-б. И поразит Господь Бог Израиля, и будет он как тростник, колеблющийся в воде, и вырвет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и рассеет их по ту сторону реки за то, что сделали они себе истуканов гневя Господа. И Третий Царств, 14-15, подобен Израиль тростнику, который растет при воде и восстанавливает свой стебель, если он срезан и корни его мощны, и даже если все ветры мира задуют на него, то не сдвинется и не сломается, а только склоняется с ними, и тогда, прекратятся ветры, он возвращается на свое место. Книга Маковеев. «Тогда всевидящий Бог и над всеми святых, услышав молитву смирения, поразил надмивавшегося насилиями дерзостью, сотрясая его туда и сюда, как тростник ветром, так что он лежа, недвижим на помосте и, будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса, достигнутый правильным судом. Тогда его друзья, телохранители, видя внезапную и тяжкую казнь, постигшую его, и опасаясь, чтобы он не лишился жизни, поспешно вынесли его, будучи сами поражены чрезвычайным страхом. Через несколько времени, придя в себя после испытанного казания, он нисколько не пришел в рассказание и удалился жестокими угрозами». Иными словами, образ трость, ломимая ветром, может восприниматься здесь, как человек, наказываемый Богом. И Иисус спрашивает, что же, говорит, вы ходили смотреть, да, вы ходили рассмотреть трость, колеблемую ветром, он говорит, человека ли одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, они покоятся или находятся в чертогах царских. То есть, прямая противоположность тростнику, колеблемому или ломимому ветром, это человек в мягких одеждах. Возможно, что еврейское слово, которое здесь используется, мягкий и нежный, это адоним, оно трактуется в Медрашах, как свидетельские функции царя на его задачу свидетельствовать о власти Всевышнего. Что же смотреть ходили вы? Пророка, да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовил путь твой пред тобою. Больше, чем пророка. Медраш утверждает, что во всяком месте, где можно видеть ангела, можно видеть шехину или присутствие Божье. Поэтому больше, чем пророка, в данном случае это не метафора, не метафора, больше, чем пророк. И он продолжает говорить, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Раби Пинхас бен Яир говорит, усердие приводит к физической чистоте, физическая чистота приводит к чистоте духовной. Духовная чистота к отрешенности от мира сего, та к святости, святость к скромности, скромность к боязни греха. Боязнь греха к благочестию, хасидут. А благочестие приводит к получению духа святости, или роаха кодыш. Дух святости приводит к состоянию воскрешения из мертвых, а воскрешение из мертвых приводит к восхождению на уровень пророка Илии. То есть самый-самый-самый какой-то высокий уровень, который есть выше праведности человеческой, выше благочестия, как воскрешение из мертвых, к прохождению на уровень пророка Илии. То есть мы должны понимать, что вообще значил образ пророка Илии во времена Иисуса. То есть иными словами, Йоханан Амадбиль, или Иоанн, как мы называем его, креститель, он находится на самом высоком уровне духовном, которым мог подняться человек до него. То есть вместе с тем, теперь когда раскрыт новый уровень развития духовного царства небесного, меньше из тех, кто этого уровня достиг, больше уровня Иоанн. То есть Иоанн, его учение, все, что предшествует пониманию или дарованию царства небесного здесь Иисусом, то есть даже самый-самый-самый-самый высокий, величайший, он наименьший в том, что называется царством небесным. Точно так же Иисус, когда он говорит, если ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете. То есть даже если ваша праведность будет даже такой, потому что все остальные были хуже книжников и фарисеев, то вам, естественно, не достичь царства небесного. Одни же Иоанна Крестителя, до ныне царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Есть образ некой лестницы, которая есть в лестнице, как лестница у Якова. То есть я наблюдаю за спором, который здесь есть спасение по благодателю, спасение по делам. Часто приводит это место до Иоанна, до ныне царство небесное берется усилой, употребляющий усилие восхищает его. А отныне, уже с того момента, как даровано царство небесное, то это уже по благодати. На самом деле, с моим глубочайшим убеждением, тут абсолютно не этот мотив. Все пророки и закон прорекли до Иоанна, Талмуд, Брахот 34b. Все пророки, которые пророчествовали, предвидели до момента воскрешения из мертвых, а о временах Мессии сказано. И никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Бога, кроме тебя, сделавши такое для ожидающего его. Это консенсус в иудаизме, что до прихода Мессии, действия закона, но с прихода Мессии отменяется, не отменяется закон, но очевидно, совершенно никто ничего подобного не видел, не слышал, не наблюдал. То есть, если хотите принять, то он и есть Илья, к которому должно прийти. Ну, продолжает писание, кому я уподоблю род сей. Барайта. Барайта – это не вошедшее в сборник Мишна, высказывание Таны. В преддверии Машеха возобладает дерзость в мире, виноград не даст плодов, и вино будет дорого, но в царстве взойдет ересь, и не будет обличения. Ничего не напоминает, да? Вот будет ересь. Собрание судей поредеет, и Галилея будет разрушена, а жители ее будут скитаться с места на место. Мудрость книжников прогоркнет, и богобоязненность станет вызывать отвращение, и правда сокроется. Юноши будут относиться к старцам без почтения, а старцы будут вставать перед юнцами. Сын сквернословит отца. Практически цитаты из Иисуса, не так ли? Талмуд. Дочь восстает на мать, невестка на свекровь, враги человеку домашние его. Ничего не напоминает, да? Лицо поколения, как морда пса. Дети позорят отцов, и не на кого положиться, кроме как на отца небесного. Усердие приводит к физической чистоте, физическая чистота, чистота, ну и так далее. Это та же самая барайта. В конечном итоге мы приходим к пророку Ильи. Раби Эльхана Вассерман в своей книге о преддверии прихода Машеха от имени Раби Исраэля Савантера пишет следующее. «Когда придет сын Давида, лицо поколения будет подобно собачьей морде». Он ссылается на барайту, которую мы только что с вами читали. «В природе собаки бежат впереди хозяина. На первый взгляд кажется, что собака бежит куда вздумается, а хозяин тащится за нею, повинуясь ее воле. Но все это только на первый взгляд. Мы-то знаем, что дело обстоит как раз наоборот. Хозяин идет куда хочет, а собака бежит перед ним, прислушиваясь к его приказаниям. Как только хозяин меняет направление, собака поворачивает и снова мчится впереди, но уже в другую сторону. «В прежние нормальные годы, когда евреи внимали указанием Торы, лидеры Торы определяли дорогу, устанавливали направление движения, и поколение шагало вслед за ними. Перед приходом Мессии власть Торы будет повержена. Поколение само изберет путь, по которому пойдет, куда глаза глядят. А вожди еврейства побегут по этому пути перед толпой, как собака перед хозяином». Это буквально пророческие слова. Они на самом деле, как имели отношение к эпохе Иисуса, точно так же они и имеют и к сегодняшнему времени. «Он подобен детям, которые сидят на улице и обращаются к своим товарищам, говорят, мы играли, вам насверели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Огромное количество толкований этого места. Я не знаю, ли вам когда-нибудь доводилось наблюдать за детьми, которые играют на улице, собирая деньги. И вне зависимости от того, что вот одна группа и другая группа, они никогда не соединяются вместе. Одна играет одно, другая и другая, потому что им надо как бы заработать денег для самих себя. Веселые ли песни, грустные песни, никакая вторая группа не присоединится к первой, третья не присоединится к второй. И они не присоединятся, они будут каждый зарабатывать деньги сам. С другой стороны, каждый ожидает, что вот именно другой присоединится к нему. Подобные настроения, как кажется, будут действовать в соответствии с настроениями и представлениями в конце времен. И в этом смысле поколение мало чем отличается. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел он, сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдывается премудрость делами ее. Подобно к тому, как дети, музыканты ждут, что другие будут себя вести точно так же, как они, так же и люди поколения Мессии ожидают от человека соответствия собственным представлениям. Если мы просто сравним эти два отрывка. Дети мало отличаются от взрослых, вернее взрослые в этом смысле мало отличаются от детей. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было его сил, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Если бы в Тире и Седоне явлены были бы силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Седону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до Ада не извергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Более того, Иисус продолжает и говорит, что если бы Тиру и Седону, то есть городам, находящимся на территории современного Ливана, язычникам, были явлены те силы, которые явлены были бы тебе здесь, то они бы уже покаялись в пепле. Капернаум, или на иврите Кфар Нахум, город отдыха, или деревня отдыха, или место курорт. Люди, которые приезжали туда отдыхать, они были очень богаты, они свысока смотрели на других. И именно поэтому Иисус употребляет эти три курортные зоны, Вифсаиду, Каразин, Капернаум, говорит, вы научены, вам было явлено, вам было дано, вы даже имели материальные блага. Если бы хотя бы малая часть этого была явлена людям, которые вообще никогда ничего не знали, вообще ничему не учились. То есть язычникам, о которых послание Ефесянам говорит, что они вообще не народ тогда еще были, некогда не народ. Даже они могли бы прийти к познанию Сына Божьего. Продолжая эту тему, Иисус говорит, славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, от Вифсаиды, Хоразина и Капернаума, и открыл сие младенцам, Тиру, Сидону, язычникам, которые еще не народ, которым еще не дана была сила к спасению, которая была дана евреям. Но будет время, и они будут привиты, они будут привиты к дереву, к дереву жизни. Иисус произносит тут свои знаменитые слова. Продите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Покой на еврите, икфар на хум, или деревня покоя, здесь игра слов. То есть вы вместо деревни, дома отдыха, человеческому разумению найдете настоящее отдохновение во мне, и настоящий покой. Возьмите иго мое, или возьмите ярмо мое. Иисус происходит из плотницкого дома. Он знает, как сделать иго, или как сделать ярмо, которое нормально сидит на шее. И когда он в дальнейшем говорит, что иго мое легкое, он предлагает людям не становиться свободным, освобождаясь от всякого иго, но впрягаться в иго его. Потому что истинная свобода – это не есть независимость от Бога, а есть рабство Ему. Истинная свобода – это независимость от мира, который вокруг тебя, и смирение перед Господом Богом. Именно это предлагает здесь Господь. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Здесь, находясь среди этого потрясающего ландшафта, тишины, щебета птиц, кажется, что ничто не должно отличаться вот именно от этого покоя. А я думаю каждый раз, насколько же выше, больше и прекраснее покой небесный. И как там должно быть замечательно, что даже если здесь, на этой грешной и такой красивой земле, сердце радуется. Тем более, когда ты думаешь, что стоишь там, где две тысячи лет назад проходил наш Спаситель. Да благословит вас Господь Бог. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok